Вашему вниманию предлагается уникальный видеорепортаж, ибо таким, как сегодня, наше производство вы больше не увидите. Совсем скоро, речь идет о неделях, к существующим будут добавлены новые площади. На них будет установлено самое современное оборудование, требуемое для решения задач, которые вытекают из необходимости обеспечить выполнение тех адресных проектов, о которых говорил в начале года генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолий Эдуардович Юницкий. Опытное экспериментальное производство, необходимое для отработки никогда ранее не применявшейся технологии, часто кустарное, во многом зависящее от индивидуального мастерства высококлассных специалистов, собранных из разных стран, уступает место не просто современным, но технологиям будущего. Несмотря на то, что мы сегодня бросаем прощальный, и что греха таить, немного печальный взгляд на уходящую действительность, многое из того, что вы увидите, мы показываем впервые. Это слесарный участок опытного производства, слесарный, ну и в том числе участок окончательной сборки подвижного состава. То есть, что здесь происходит? Собираются тяговые модули для подвижного состава, и, собственно, сами юнибусы видятся на заднем фоне, уже известны всем городскую юнибус. Здесь тяговый модуль собирается по своим частям в готовые изделия. Хочется отметить, почему тяговый модуль. Делаю акцент, потому что по философии конструирования подвижного состава тяговый модуль – это уже устройство, которое способно перемещаться, двигаться по рельсам. И мы используем модульную структуру подвижного состава. Тяговый модуль – он полностью, можно сказать, самоуправляемый и способный перемещаться по рельсам. И пассажирский модуль, который соединяется между собой через узлы подвески. То есть, такой принцип позволяет в части производства отладить технологический процесс сборки более грамотно. То есть, параллельно собираем составные части, и на финишном участке они собираются друг с другом. Видно, если видно зрителям, что происходит на заднем плане. Тяговый модуль у нас практически комплектный. Происходит монтаж высоковольтного оборудования, инверторов, так называемых, то есть устройств, которые контролируют работу электродвигателей. И не хватает на данный момент электродвигателей на нем. Поэтому могу предложить пройти на участок сборки, сперва на участок сборки электродвигателей, и заодно заглянуть в испытательную лабораторию, в которой электродвигатель проходит уже окончательное тестирование, настройку, откладку, и возвращается сюда, устанавливается на тяговый модуль. В середине 2011 года в странах Европейского Союза, а в последующем и в других, вводятся новые требования к показателям энергоэффективности электродвигателей, при этом будет ограничено применение таковых с более низкими ее классами. Требуемые мотор-колеса для Skyway, подходящие по числу оборотов, мощности, крутящему моменту и массово-габаритным параметрам, мировая промышленность в настоящее время еще не производит. При этом даже серийный мотор-колеса нужного класса чрезвычайно дороги, их стоимость доходит до 50 тысяч долларов США за штуку. От экспериментального производства мы уже переходим к мелкосерийному, а вскоре будет организовано производство уникальных мотор-колес Skyway как для собственных нужд, так и для продажи широкому классу потребителей. От электроавтомобилей до инвалидных колясок и электрорикш. Малые габариты мотор-колеса позволят значительно улучшить энергетическую эффективность юнибуса, юнибайка, особенно если речь идет о высокоскоростном подвижном составе. В частности, размещение внутри электромоторов элементов тормозов и ступицы позволяет уменьшить площадь поперечного сечения. При этом размеры электродвигателя, вмонтированного в колесо, диаметр от 150 до 350 миллиметров, толщина от 15 до 100 миллиметров, мощность до 150 киловатт, крутящий момент до 750 ньютон-метров, число оборотов до 6 тысяч оборотов в минуту. Каждый из тех электродвигателей, которые вы сейчас увидите, несмотря на малые размеры, имеет номинальную мощность 25, а пиковую до 50 киловатт, что в более привычных единицах измерения составляет почти 70 лошадиных сил. Это тяговый двигатель, который используется непосредственно в юни-бусе. Как любой тяговый электромотор, значит, он состоит из рубашки охлаждения, корпусных элементов, рубашка охлаждения, задняя часть крышки, вот, и, собственно говоря, ротора, статора. Вот, что еще? Это наша собственная разработка, как я понимаю? Да, совершенно верно. Это наша собственная разработка, специально, как говорится, под нашу технику. Надежность мотор-колеса еще на стадии проектирования уже обеспечивается за счет минимизации ручного труда и так называемого человеческого фактора. После отработки технологии производства вручную, те же принципы начинают работать и на стадии серийного производства. Сейчас мы с вами увидим, как испытываются новые конструкции электродвигателей с уменьшенными потерями и повышенным коэффициентом полезного действия. Полученные данные позволяют разрабатывать необходимую документацию для серийного производства, а в глобальном же масштабе разработка мотор-колеса и его интеграции во вновь создаваемые транспортные средства приведет к расширению и использованию возобновляемых источников энергии. Применение разработанного закрытым акционерным обществом струнной технологии мотор-колеса даст экономический эффект уже в экотехнопарке, а его масштабное использование в высокоскоростных перевозках в будущем сэкономит миллиарды тонн топлива стоимостью в триллионы долларов. Это является стенд. Лабораторное испытание проводим произведенных нами электродвигателей. То есть мы проверяем в соответствии полученных экземпляров нашим расчетным характеристикам. И далее здесь же происходит этап настройки пары мотор-инвертор для того, чтобы нивелировать, скажем, все те отклонения, которые возникают при производстве данного типа двигателей. Вот. Этот этап является первым. Далее, опять же, пара мотор-инвертор устанавливается уже на транспортное средство и дальше используем так, как вам нужно. Здесь мы устанавливаем два двигателя. Один из которых является, скажем так, испытуемым, второй испытательным. То есть один создает нагрузку для того, чтобы провести все замеры наших характеристик. Вот. Все они работают в одну батарею. И таким образом мы экономим электричество. Потому что мощности все-таки большие. Мы не можем просто так нагружать куда-то или в окружающую среду теплоту, вернее, тепло выделяемое данной установкой, сбрасывать. Поэтому используем зеленые технологии. Андрей Дмитриевич, в завершении экскурсии, что вы имеете сказать? Сегодня мы ограничились вроде бы небольшим количеством информации, но зато показали, как собирается основная деталь юнибуса. Принято говорить в автомобиле двигатель его сердца. Вот и наше сердце. Точнее, у нас их четыре, у каждого юнибуса. Потому что мотор колеса, по количеству колес, количество моторов, по нашей идеологии. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей и на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsway.defi.systems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда вы узнаете, как много нам открытий чудных готовит просвещение духа. Встрой Skyway! Спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...